И там уже у вас как-то так устроено метро, совсем не как в Питере. У нас долго там, а у вас коротко, но при этом очень плотно на выходе. Как-то вот с эскалатора спускаешься, и там все как-то дружно вместе пропихиваются так в зоопарке. И я как-то так пропихивался, пропихивался, и там наступает момент, когда встречная волна людей идет в обратную сторону, то есть вылезать на эскалатор. Ты с эскалатора туда на поезд, а не с поезда на эскалатор. И вот в этот момент самый, в этот самый момент, мы уже как-то стали смешиваться, и я не понимаю, как это смешивание происходит, и как-то я пытаюсь интеллигентно левую или правую сторону, что у нас все иначе было в это время. И, значит, я так, и как-то я так, ик, и меня так вот так ровно останавливает. Мужчина вот так ровно, прям тело в тело, вот так вот не останавливает. Осматривает меня внимательно, осматривает. И спокойно так, глядя на меня, говорит, ты что, офигел? Ну, к слову, было другое, но смысл этот же, понимаете? И он имел в виду в этом точном звучании, совершенно однозначно было и ясно точно прозвучало, ты не можешь здесь ездить, ну, потому что мы в это время в лимузинах с красными галстуками, понимаете? Ну, то есть я не могу здесь оказаться, в этом метро, никак, потому что я должен, ну, как-то он какой-то такой. И вы знаете, мне удивительная вещь. Я развернулся и вместе с ним уехал наверх и вышел, поймал машину и поехал. И мне пришло в голову, что я могу поймать машину, доехать до, ну, этого, гостиницы космоса, и там уже заплатить деньги, потом подняться в номер и как-то найти. И вот сегодня в третий раз я ехал.